Всем привет! Сегодня вторник, сегодня два матча Лиги Чемпионов, 1-8 финала. На один матч я уже дал прогноз, это матч между Челси и Лиле, даю прогноз на второй матч. Это матч между Вильяреалом испанским и итальянским Ювенцией. Вот, а вы знаете, знали, что Вильяреал называют желтая подводная лодка? Да, вот там все, Спартак называют свиньями, да, вот у него такая, ну, все их называют, такое прозвище. А вот Вильяреал называют желтая подводная лодка. Вот, а у Ювентус называют все Старосеньор. В общем-то играет желтая подводная лодка против Старосеньоры. А вот, и, слушайте, если честно, у Ювентуса такой состав, что они должны просто проходить катком по этой желтой подводной лодке, да. Но, но игры у Ювентуса нет уже в течение года. Этого года нет игры. В отдельных матчах появляется, но игры нет. И играет просто отвратительно. Да, купили они Влаховича. Влахович будет играть, но не будет играть Кьеза, будет играть Дебала. Но, имея такой сумасшедший состав, они играют просто отвратительно. Вильяреал же напротив. Играет дома очень-очень хорошо. Играли на ноль с Реалом дома недавно, да. Обыграли, кстати, на выезде Бетис 0-2, между прочим, между прочим. Да, в общем-то, команда весьма крепкая. И просто так по 1-8 Лиге Евро, Лиге Чемпионов, конечно же, не выходят. Вот, сложный матч. Я практически уверен, что Вильяреал там не проиграли. Не верю. Чтобы они проиграли этому мертвому Ювентусу, ну, не верю совершенно. Вот, сложно там что-либо ставить. Знаете, в этом матче ставить, это как ставить на хоккей, на Олимпиаде. Потому что абсолютно непонятно, кто выиграет. Ну, короче, кто забьет ворота в эти, тот и выиграет. Вот. Потому что, вот, на Олимпиаде в этот нудный хоккей, там, был... Никто лучше играет, а просто кому больше повезет. Здесь аналогично, потому что и та команда может выиграть, и эта команда может. Вызобьет там Ювентус, там, в начале тайма, да, и все, и будет в окопах сидеть, да. И вот тогда сидят и выиграет 1-0, да, или 0-2, или 1-2. Вот. Поэтому абсолютно непонятно, какой там может результат. Это матч на три результата. Победа Ювентуса, победа Вильяреала и ничья. И, там, угадай-ка, заниматься здесь не имеет смысла. То есть, я рекомендую всем не ставить на этот матч деньги, там, тем более крупные деньги, да. Матч очень-очень-очень мутный, очень-очень-очень мутный. Непонятно, что там может каждая из команд, да. Все-таки Ювентус играет. Вдруг они в этом матче себя проявят очень хорошо. Вот, как матч с Челси, помните? Был такой матч. Вот. В общем-то, такие дела. Что можно сказать? Что можно сказать еще? Ну, сложно. Я вот не представляю, что ты верял, проиграл Ювентусу дома. Ну, честно, сомневаюсь. Они с сериалом нечью сыграли, а Ювентусу сейчас вообще никакой. Я на этот матч возьму единственный прогноз из статистики, да. Мой прогноз на этот матч, это количество угловых больше 9,5 за коэффициент 1,9. 1,9. Вот. Угловых подают обе команды довольно-таки много. Как Ювелириал, так и Ювентус, да. Я думаю, угловых там будет много. Скорее всего, будет много сумбур, много ударов. Дальних поворотов, да, много кроссов. Соответственно, будет много угловых. Возможно, там угловых 12-13 будет. Но мне нужно всего 10. Поэтому мой прогноз на этот матч, количество угловых больше 9,5 за коэффициент 1,9. Вот такая моя ставочка. Так что ждем матча. Надеемся, что будет много угловых. И будем смотреть футбол. Всем пока.